Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня необычное видео. Сегодня речь пойдет о биорезонансной диагностике. Я понимаю, что многие очень скептично относятся к этому методу исследования. Однако, дорогие друзья, я крайне призываю вас отменить ваш скепсис и послушать, о чем говорит моя многоуважаемая коллега. Также я напомню, что данный метод исследования вы можете дополнительно использовать к основным методам диагностики, таким как МРТ и, конечно же, анализы крови. То есть, никто не говорит о том, что данный метод диагностики должен быть единственным. Просто он, возможно, позволит вам найти слабые места в организме, которые вы уже можете дополнительно доисследовать классическими технологиями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Железникова Елена Юрьевна. Я врач гомеопатства, со стажем уже около 25 лет. Врач биорезонансной диагностики, вегетативно-резонансной, если правильно. Врач-непрессолог, диетолог, врач спортивной медицины, лечебной физкультуры. Ну, также терапевт, врач общей практики. Также я гомотоксиколог, реабилитолог. Скажем так, владею техниками биопунктуры, гомиосемиартреи, которые очень часто быстро решают какие-то проблемы, допустим, при травмах, при каких-то обострениях, определенных заболеваниях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть у вас минус электрод, у меня плюс электрод, да? То есть мы сейчас с вами замыкаем электрическое поле. То есть получается, как бы вот, мы с вами в одной цепочке, как бы, да? И, соответственно, я тестирую вас, но... Вот, то есть мы с вами как бы вместе. Вот для того, чтобы мне именно вас тестируют, почему надо ограничивать, да? Чтобы я не касалась вашей кожи, потому что мне нужно считать ваши энергоинформационные импульсы, вот, не свои. Поэтому, ну, как бы, перчатки еще обычные, пусть я еще это забыла. Вот, то есть каким образом, ну, во-первых, что такое вегетативно-резонансное тестирование, да? По-другому называется биорезонансная диагностика. То есть это метод, который подразумевает определение, значит, частотных колебаний в организме человека тех или иных, допустим, скажем, субъектов, да? То есть это могут быть бактерии, вирусы, простейшие, гельминты, вот, то есть наличие там каких-то, допустим, опухолей, кист в организме, вот, определение ферментов, витаминов, микроэлементов, вот, таким образом это происходит. То есть, когда вот мы тестируем биологически активную точку, то есть мы сначала выбираем биологически активную точку, да? То есть нам надо ее откалибровать. Вот, то есть вот, как бы, вот она точка, которая будет отвечать на вопрос, который мы задаем в вашем организме, если, допустим, у вас там грибки в организме, да? То есть каким образом мы это поймем? То есть вот через активный индуктор щуп идет, скажем так, определенный набор частот, который подается в вашу воспроизводимую точку, БАТ, которую мы откалибровали, как активную точку, да? Которая вот нам отвечает на вопрос. Вот, значит, точку мы определили и ей льем эту точку грудью, да? То есть задаем ей вопрос, если, допустим, такая частота в организме, допустим, грибок, да? Вот, что, в общем-то, как бы очень актуально, да, для многих людей. Да, кандиды опять даже. Да, кандиды те же, да, да, естественно. Потому что те же вот кандиды, они часто могут даже препятствовать нормальному зачатию ребенка. У меня был такой случай, вот, когда, значит, семейная пара не могли, как бы, зачать ребенка. Они, значит, обследовались, да, и он обследовался, она, то есть сдавали гормональный профиль, в общем, полностью, да. Нет никаких причин для того, чтобы не было зачатия. Но зачатие не происходило. Вот. Потом. Значит, он сдал спермограмму, и там активность сперматозоидов низкая. Ну, как бы непонятно, почему низкая, вот низкая и низкая, да, ну, мы сказали, видимо, ваша особенность. Вот. Ну, уролог там назначил какие-то свечи, что-то он там поставлял себе, но эффекта никакого не было. Когда, значит, сначала она ко мне пришла на прием, то есть я ее протестировала, определила там круг ее проблем, вот, значит, это было одно. Когда он пришел на прием, у нее супруг, выяснил, что оказывается у него грибковая мощнейшая интоксикация, то есть грибы и кандидоальбикон, в том числе, и плесневые грибы, у него, значит, ну, как бы активно циркулируют в органах малого таза, то есть они в лимфе, как бы, да, в крови, там, в области, и, соответственно, вот они поддерживают вот эту низкую активность сперматозоидов. То есть вот этот мицелий грибков, он, скажем, тормозит вот эту активность сперматозоидов, и, соответственно, они пролечились у меня оба, то есть провели мы против грибковую терапию, вот, и буквально где-то через месяцев семь у них произошло чудесное зачатие. И они потом уже ко мне пришли, потом, ну, когда родился ребенок, да, с этим ребенком. Круто. Вот, то есть, ну, это, как бы, вообще, конечно, очень вдохновляет, потому что ты понимаешь, что вот ты нашел причину, нашла причину, да, и, соответственно, лечь в счету причину, потому что они достаточно долго ходили по всяким врачам, вот, и по гинекологам, и по урологам, и на кринологам обращались, да, ну, все как бы тщетно. Вот, и тут вот дело было именно в грибковой инфекции. Ну, вот, допустим, нам надо определить, есть ли кандида альбеканса, да, значит, вот я сейчас, как бы, спектром частот, которые соответствуют кандиде альбеканса, нагружаю в вашу биологическую активную точку. Если в организме кандида альбеканса есть, то есть ваш организм вступает в резонанс, да, то есть взаимодействие, то есть колебательные частоты, вот, как бы, да, они, ну, скажем, резонируют. То есть таким образом нам организм говорит, что да, кандиды альбеканса у меня есть, то есть мне эта частота знакома, вот. То есть это одна, как одна волна, получается. Да, совершенно верно. Это вот как в море две волны, когда встречаются, да, и у них колебательные движения одинаковые, они превращаются в одну волну. Вот, и этот принцип резонанса, это, ну, как бы принцип физики, да, если мы все помним, хотя бы, да, частично физику шестой класса, вот как раз именно вот этот вот принцип резонанса. Или вот, ну, допустим, там радио, когда мы, да, настраиваем какую-то, нам нужно найти радиостанцию, мы крутим передачу, да, и он, скажем, находит частотный диапазон, там, ну, тоже Европа Плюс или еще какой-то, да, и мы слышим там музыку. Вот так же и в организме, то есть когда мы начинаем человека тестировать, вот, если колебательные, скажем так, движение его, там, простейших грибков, вирусов и прочих, там, да, агентов, которые есть, соответствует вот, вот, ну, частокному диапазону, которым я его нагружаю, то есть он мне отвечает, да. Ну, вот сейчас вот посмотрим кондидуальдиканс, да, ну, кондидуальдиканс, да, ну, кондидуальдиканс, да, вот, и, допустим, можем дальше вот посмотреть, вот. другим один и что что же вообще в организме есть и уже скажем так прибор приборы системы приборов она фиксирует и вот уже туда вот выводится в качестве кривой я уже определяю допустим какая тут кандида есть вот допустим кандида стилатаиды она тут четко присутствует соответственно ее уже можно начать с ней работать то есть я ее как бы отмечать плюсик то есть мы ее определили ну и дальше вот допустим потому что вот кандиды дальше до плесневой грибки до пенициллинума сохранится то есть вот допустим вот мукромуцеды да то есть это плесневый грибок который наличие которого в организме в течение длительного времени приводит к развитию при канцерогенеза как бы к развитию предонкологии потом онкологии и соответственно это является таким вот маркером того что клетки организма находится уже скажем в состоянии апоптоза уже неправильного деления вот и соответственно можно вовремя принимать меры для того чтобы это не пришло в онкологию естественно мукр в каком случае нельзя в организме оставлять из организма вводить да то есть для этого есть много различных методик в том числе методика экзогенной резонансной терапии вот то есть это что такое то есть эта система приборов терапевтических тоже вот созданы компания минис аппаратуры я работаю вот и соответственно там уже заложенные частоты всех бактерий всех вирусов гельминтов простейших ну как бы все всех паразитов которые именно вот допустим мы определили вот допустим если определили вот тоже допустим кандидас телу то есть теперь можно определить где нам в организме конкретно находится вот и вот смотрим дальше на вот глава читаем почитаем вот как бы смотрим до него раздел головы если она или ее там нет и дальше идем вот по лодкам то есть находим органы мишени в котором допустим это скандидно находится и можем уже дальше выстроить алгоритм как можно ее из организма удалить вот очень часто прекрасно да вот с грибковой инфекции с хламидийной инфекции что очень много вообще хламидии тестируется людей особенно у людей у которых есть заболевание опорно-двигательным аппаратом то есть это артриты артрозы хронические деформирующие остеоартрозы вот и соответственно они принимают огромное количество препаратов глюкозаминах мудритина но эффект недолгий да почему потому что это лечение следствия зачастую как бы в основе вот это воспалительные процессы лежит именно вот наличие допустим тоже хламидии трахамас классом жизнь до класса жизнь то есть вот они четко определяются когда да то есть я понимаю что нужно их из организма удалять тоже каким образом то есть есть частоты вот которые убивают там те же хламидии те же грибки те же вирусы да и они подбираются индивидуально вот допустим дальше смотрим где держу все-таки она есть живет где же она все же чисто и даже вот и можно будет определить чистоты которые будут убивать кандиды стал тайны да то есть это мы местных применяем или на все теме медит надо приложить прибор в области которая она живет или ну допустим ну во первых как бы лечение но всегда комплексно во первых нужно желудочно-кишечный тракт поздоровления убирать оттуда дисбиоз восстанавливать скажем проницаемость кишечника да улучшать скажем так содержание хороших бактерий удалять патогенную биоту и как бы норму биоту восстанавливать это как бы скажем препаратами делаются и параллельно если нам иммунную систему позволяет делать каким образом я определяю состояние системы если а мне то вот иммунного процесса истощения иммунитета соответственно организм готов справиться с этими частотами и убираются частоты непосредственно который ваш организм выбрал для разрушения кандиды стал тайны потому что мы ничего организму не навязываем вегетативно-резонансное тестирование организму не навязываем что туда что вот мы считаем нужно если организм это выбрал то есть он как бы да каким образом то есть мы предлагаем частоты если они эффективны переносимы и как бы дорого из меня что да мне это полезно это мне поможет опять же вот через тестирование то есть соответственно эти частоты применяются вот через вот этот прибор экзогенный резонансный шаг и если организм не выбирать что-то ну поддушная тощая кишка как бы определили где где живет вот это кандидо стилата и соответственно дальше можно будет подобрать алгоритм то есть с помощью каких допустим препаратов можно скажем так работать с этой кандидо стилата и да там в поддушной кишке достаточно много скажем программ который нам позволяет это делать и кандидо композитный то есть этого препарат который очень хорошо работает вообще с кандидами сейчас мы посмотрим как бы организм договорить то есть опять же резонанс тут нет резонанс говорит о том что препараты не подходит значит мы ищем другой препарат который именно вашему организму подойдет для того чтобы мы из него удалили вот эту кандиду стилата и да то есть только идет принцип вот четкого подбора и соответственно вот мы выходим вот на этот препарат или группа препарат вот тут достаточно много различных скажем фармацевтических препаратов более уже ближе к 500 тысяч различных компаний препараты заложены тоже они уже заложены то есть их частотный спектр не заложен то есть энерго информационный копии этих препаратов то есть любой препарат можно вот как бы селектора найти вот допустим нам нужно найти а прям можно даже этот ну а давайте беседовный он видимо уже очень старый препарат как раз противокандидозный миндис да они у нас больше как бы нацелены на нотерапатическое все таки решение вот они будут сюда антибиотики ну мы так для зрителей что не будет сейчас чуть-чуть это колоде серебро можем смотреть но можем наверняка есть зависит тетрациклит то есть видимо очень ну понятно это базы ну да без этого тоже никуда пока по крайней мере все 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 таки не настолько ты учебники согласно с вами полностью коллега потому что на самом деле вот а база на все таки основа медицины и если она уже есть то есть уже проще что-то что-то новое до применять свои практики по крайней мере фундамент такой основной ну вот как бы написали ведь просто мне нравится очень просто написано дорогие друзья тема биорезонансной диагностики достаточно широкая мы ждем ваших лайков ждем ваших вопросов в комментариях обязательно пишите нам и конечно же подписывайтесь на канал чтобы увидеть продолжение данного видео да прибудет с вами здоровье и конечно же мы ждем всех на своих онлайн консультациях и